Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы проведем третье занятие комбинированных заданий за курс второго класса. Проведем каникулы с пользой. Такие занятия будут полезны не только тем детям, которые закончили второй класс, но и тем, кому нужно повторить материал третьего класса, первого класса и даже четвертого класса. Поэтому присоединяйтесь, мы разбираем все задания, повторяем все правила и готовимся успешно начать следующий учебный год. Итак, давайте начнем наше занятие. Задание первое. Прочитайте текст. Спешите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написание пропущенных букв. Если это возможно, рядом в скобочках напишите проверочное слово. Выполните это задание самостоятельно. Продолжение следует... Объясним написание пропущенных букв. В слове чудные звуки буква сочетания ЧУ. ЧУ пиши с буквой У. Орфограмму подчеркните. ЧАЩЕ. Буква сочетания ЧА. ЧА пиши с буквой А. Орфограмму подчеркните. Пропищал. Безударный гласный в корне. Проверочное слово ПИСК. Подчеркните орфограмму. И слово ПО ЗЕМЛЕ. Безударный гласный в корне. Проверочное слово ЗЕМЛИ. Орфограмму подчеркните. Следующее задание. В каждом предложении нужно найти грамматическую основу. Грамматическая основа – это подлежайшая и сказуемая. Подлежайшая – это слово, которое отвечает на вопрос «Кто?» или «Что?». Сказуемая – это слово, которое обозначает действие этого предмета и отвечает на вопрос «Что делал?», «Что сделал?», «Что будет делать?» и другие вопросы. Выполните это задание, а потом проверим. Продолжение следует... Проверим. Первое предложение. Грянул майский гром. В этом предложении говорится о громе. «Что?», «Гром», «Гром», «Что сделал?», «Грянул». Грамматическая основа – «Грянул», «Гром». Подлежайшая мы подчеркиваем одной чертой, сказуемая двумя. Подлежайшая выражена именем существительным, сказуемая глаголом. «Заполнили лес чудные звуки», «Что?», «Звуки», «Звуки», «Что сделали?», «Заполнили». Грамматическая основа – «Заполнили звуки». Подпишите части речи. «Бормочут молчаливые совы», «Кто?», «Совы» – это подлежайшая, выраженная именем существительным. «Совы», «Что делают?», «Бормочут». Это сказуемое, выраженное глаголом. Грамматическая основа – «Бормочут совы». «Лопочут зайцы», «Кто?», «Зайцы» – это подлежайшая, что они делают?», «Лопочут» – это сказуемое. «Чаще пропищал комар», «Кто?», «Комар», подлежайшая, выраженная существительным. «Комар что сделал?», «Пропищал», сказуемое, выраженная глаголом. «Чуть слышно прозвучали бубенчики ландыша». «Что?» «Бубенчики» «Бубенчики что сделали?» «Прозвучали». «Грамматическая основа – прозвучали бубенчики». «В лужах плещутся лягушки». «Кто?» «Лягушки». «Лягушки что делают?» «Плещутся». «Даже сухой лист ожил». «Что?» «Лист». «Лист что сделал?» «Ожил». «Грамматическая основа – лист ожил». Лист шуршит и шмыгает по земле. В этом предложении говорится о листе, но этого слова в этом предложении нет. Лист что делает? Шуршит. И что делает? Шмыгает. В этом предложении только два сказуемых – шуршит и шмыгает. Если вы выполнили это задание так же, поставьте восклицательный знак «Вы молодцы». Работаем дальше. Следующее задание. Прочитайте слова. Подумайте, в каких словах пропущена буква «Д». Докажите, спешите и подберите проверочные слова. Парные согласные. Чтобы проверить звонкую или глухую парную согласную, нужно изменить слово так, чтобы после этой согласной стояла гласная. Сначала измените все слова. Подумайте, в каких словах пропущена буква «Д». Затем напишите только те слова, в которых есть буква «Д». Рядом наберите проверочное слово. Выполните это задание, а потом проверим. 是啊. Продолжение следует. Аплант by. Проверим. Вы записали слова «лошадка», проверочное слово «лошади» или «лошадочка». Нужно подобрать однокоренное слово так, чтобы после согласной была гласная. Тетрадка, тетрадочка или тетради. Огород, огороды. Закладка, закладочка. Если вы выполнили это задание, так же поставьте восклицательный знак «вы молодцы». Работаем далее. Следующее задание. Нужно записать и выучить словарные слова. Словарные слова – это слова, правописание которых нельзя проверить ни одним правилом русского языка. Единственный способ писать их правильно – это заучить. Спешите эти слова в строчку через запятую, поставьте знак ударения в каждом слове, подчеркните буквы, в написании которых вы можете ошибиться, и те буквы, которые нужно запомнить. После того, как вы напишите эти словарные слова, обращайтесь к своей тетрадке и учите их. Они помогут вам писать словарные слова в школе на пятерке. Выполните это задание. Работаем дальше. Выполним несколько заданий по математике. Задание первое. Прочитайте задачу. Прочитаем задачу вместе. За обедом съели 6 помидоров. За ужином 5 помидоров. После этого осталось на 3 помидора больше, чем съели. Сколько помидоров осталось? Скажите, задача простая или составная? Верно. Верно. Задача составная. Для ответа на ее вопрос нужно выполнить несколько действий. Давайте запишем с вами кратко условия задачи. Нам известно, что помидоры съели и еще помидоры остались. Давайте запишем эти слова. Итак, съели 6 помидоров и 5 помидоров. Осталось неизвестно, но сказано, что на 3 помидора больше, чем съели. Что мы сначала узнаем? Мы сначала узнаем, сколько помидоров съели. Для этого нам надо к 6 прибавить 5. 11 помидоров съели. Теперь узнаем, сколько помидоров осталось. Осталось на 3 помидора больше, чем съели. К 11 прибавим 3, получится 14 помидоров. 14 помидоров осталось. А теперь давайте подумаем, что еще можно узнать по условию этой задачи. И дополним решение. Мы можем узнать, сколько всего помидоров было. Для этого мы те помидоры, которые съели, 11, прибавим те помидоры, которые остались. 14. 25 помидоров было. Мы с вами решили задачу. Следующее задание. Продолжите ряд чисел. Обратите внимание на первую строчку. Будьте внимательны. Проверим. 38, 48, 58. Числа увеличиваются на десяток. Значит, следующее число. 68, 78 и 88. Во второй строке числа идут на убывание. 97, 96, 95, 94, 93, 92. Следующее задание. Решите примеры. Не забывайте, что расстояние между столбиками 3 клеточки. Если вы не успеваете за тем временем, которое я вам отвожу, поставьте ролик на паузу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вам удобно записывать промежуточные ответы над знаками, то напишите их. Выполните задание самостоятельно. Молодцы! Работаем далее. Нам дан периметр квадрата 16 см. Чему равна сторона квадрата? На черте этот квадрат. Вспомним, что у квадрата все стороны равны. Для того, чтобы найти периметр квадрата, нам нужно длину стороны умножить на 4. Потому что у квадрата 4 стороны. А чтобы найти эту сторону, нам нужно периметр разделить на 4. Узнайте, чему равна сторона квадрата и начертите этот квадрат. Выполните задание. Проверим. Чему равна сторона вашего квадрата? Сторона квадрата равна 4 см. Учитесь чертить стороны равными, одинаковыми по линиям клеточек. Следующее задание. Математический диктант. Вы будете записывать только ответы. Ответы пишите в строчку. Запишите. Математический диктант. Я вам буду читать выражения, а вы будете записывать только ответы. Приготовьтесь. Задание читаю один раз. Тринадцать увеличить на 6. Девятнадцать уменьшить на 6. Какое число надо увеличить на 9, чтобы получить 17? Найдите сумму чисел 8 и 7. Найдите разность чисел 12 и 8. Запишите число, которое меньше 14 на 7. От какого числа надо отнять 5, чтобы получить 13? Коля решил 17 примеров, а Ваня на 6 примеров меньше. Сколько примеров решил Ваня? Напишите самое маленькое однозначное число. Проверим. Проверьте ваши записи. Сравните с моей записью. Если у вас написано так же, поставьте восклицательный знак. А в комментариях мне напишите, почему самое маленькое однозначное число – это 1, а не 0. Сегодня мы с вами выполнили задание по русскому языку и по математике. Я желаю вам хорошего отдыха, прекрасной погоды, хорошего настроения и проведите каникулы с пользой. Обязательно поставьте лайк. Добро всегда возвращается. Всего вам самого доброго!